Создать бы нам вакцину, которая поможет искоренить тотальную финансовую неграмотность населения. История МММ и многих других афер никого ничему не научила. Все по-прежнему готовы рисковать последним, чтобы в секунду сказочно обогатиться. Финансовые пирамиды по-прежнему обманывают наших граждан. И как в сказке о Буратино, люди добровольно идут в страну дураков, где зарывают свои последние денежки в надежде вырастить золотое дерево. Представьте себе, в работе 2000 организаций по всей стране Банк России усмотрел признаки незаконной финансовой деятельности. 50 из них работают в том числе и на территории Татарстана. Так на неделе республику захлестнули новости о крушении финансовых пирамид. Трест, точнее трейд, который лопнул Антарес, предлагал клиентам инвестировать деньги в различные программы иностранных фирм. Разгораются страсти вокруг финика, пока в отношении компании возбуждено дело только лишь о незаконной банковской деятельности. И вот оно, главное отличие тренда 90-х от 21 века. Ни в прокуратуру, ни в МВД республики, по крайней мере на день съемки этого материала, не поступило ни одного заявления от потерпевших. За последние полтора года в МВД Татарстана открыто и расследуется 8 уголовных дел по финансовым пирамидам. Это не такая большая цифра, может просто потому, что большинство так называемых инвесторов сознательно, я подчеркиваю, сознательно вступают в игру. Люди знают, куда идут, для чего идут и прекрасно осознавая, что дело это незаконное, пытаются снять сливки в первой партии счастливчиков. И я уверен, они понимают, что в хвосте финансовой кометы останутся без ничего сотни людей. А если проигрывают в эту лотерею, то сразу бегут куда? Правильно, к государству. Верните нам наши денежки. Как будто их кто-то тащил за руку в эти мутные финансовые схемы.